Всем привет! Сегодня у нас опять будет кассетное видео. Я покажу несколько интересных, как мне кажется, кассет, которые достойны внимания. Может быть, лютым коллекционерам VHS-кассет они не будут так интересны, но обычному неискушенному зрителю, наверное, будет интересно. Начнем с такой вот кассеты. Видеокассета RONOS. Такая вот интересная кассета. Мне нравится, как выполнены катушки. Интересный такой дизайн. Ну и сама кассета, фактура вот ее тоже очень интересная. Название, оно прямо вдавлено. Выглядит довольно неплохо. А что самое прикольное, это то, что у нас сделано в России. Честно говоря, не знаю, что это за контора наша, или просто делали по лицензии, но вот такая вот кассета RONOS. Не написано, сколько она по продолжительности. Я, честно говоря, ее не проверял, но я думаю не больше полутора часов. Скорее всего, записан какой-то фильм. Наверное, была лицензионная коробка. Еще у меня есть вот такая вот аудиокассета. Тоже RONOS. И вот так вот она выглядит. Здесь прямо все в золоте. Стекло с блестками. Довольно интересно все выглядит на винтах. Здесь нет никаких надписей, где она сделана, кем произведена и так далее. Следующая кассета это SKC. Желто-зеленая. Очень веселая кассета. Только для детей. Сделана в Корее. Тоже такая с необычной текстурой. Необычный рисунок литья. Мне кажется, я видел еще другим цветом кассеты. Возможно, она была, например, какая-то красно-зеленая. Мне так кажется, но могу ошибаться. Вот таких кассет у меня две. Именно вот таких. Продолжительность 60 минут. А вторая моя кассета такая же. Она вроде бы, если не ошибаюсь, 90 минут. Ну и, соответственно, пленки чуть-чуть побольше. Такая забавная кассета. Следующая кассета это тоже у нас SKC Hi-Fi Stereo. Вроде бы обычная кассета, но вот эта вот синяя крышка придает ей какую-то индивидуальность. Здесь написано SKC Limited. Уже не написано, что она сделана в Корее. Ну, по сути, кассета обыкновенная. Но, как я и сказал, вот эта крышка, с ней как-то смотрится уже интереснее. Продолжительность 70 минут. Час 10. Далее у нас вот такая вот красная кассета. Я сперва думал, что вот эти наклейки, они левые. Лазер. Непонятная вообще контора. Непонятная фирма. Ну, потом вот сюда вот посмотрел. И здесь у нас написано название. Лазер Хром. 195 минут. Я вообще не знаю, что это за кассеты. Никогда такие не встречались мне ни в 90-х, да и позже. Не видел таких кассет. Но вот одна из них попалась. Интересная кассета. У меня уже была на обзоре советская видеокассета. Она тоже красная. На нее есть отдельное видео. Можете его посмотреть. Сделано в СССР. Просто для сравнения. Если их сравнить, конечно, по цвету они немного отличаются. Да и вот это она, скажем так, более матовая кассета. А это как-то она блестит. Ну и в руках вот эту кассету нашу советскую держать поприятнее. Ну и зато здесь видно, что вот у этой стекла матовые. Здесь они просто прозрачные. Такое оформление. Всех у этих кассет нет родных коробок. Поэтому мы не можем посмотреть на коробки. Скорее всего, какие-то из них были просто лицензионные. Следующая кассета это вот такая вот ESP. Огромным шрифтом здесь написано ESP. На самом деле тоже обыкновенная кассета. Но вот эта вот желтая крышка, которая закрывает ленту, смотрится намного интереснее. Такая вот кассета ESP. Абсолютно обычная. Продолжительность 90 минут. Что тут интересно, это разные катушки. То есть разное оформление катушек. То есть мы видим, что вот эти отверстия, они отличаются тут и тут. Почему так сделаны, я не знаю. Я не думаю, что ее разбирали. А далее такая же точно кассета ESP, только уже с синей крышкой. Она потяжелее, 190 минут. Одинаковое оформление вот этих вот катушек. Одинаковый дизайн, одинаковые отверстия. Почему так, непонятно. Ну и дальше. Вот такая кассета. Это тоже ESP, только уже обычная, полностью черная. Соответственно, у нее отличаются тоже катушки. Они вот такие, как на этой кассете, с этой стороны. Чтобы было понятно, мы их все три рядом положим. Да, еще у нее цвет катушек самих отличается. Он бежевый. Здесь он все-таки белый. И на этой тоже. Последняя кассета. Это вот такая вот кассета. По оформлению абсолютно одинаковая с ESP. Я долго вглядывался, абсолютно никакой разницы не нашел. Все здесь одинаково. И литье. Все абсолютно одинаково. И на другой стороне есть место под надписи ESP. Но нету самой надписи. Такое же большое поле. Но надписей никаких нет. Получается, кассета полный ноу-нейм. Продолжительности тоже нет. Здесь вот эта реальная запись. Она так и есть. И есть от нее коробка. И мы тоже можем увидеть, что здесь одинаковое оформление катушек, как и на этой кассете. Вот так вот выглядит родная коробка. Эта кассета у меня тоже находится с 90-х годов. И, по-моему, там не затертый вот этот вот фильм в постели с Мадонной документальный. Не помню, честно говоря. Но вот есть родная лицензионная коробка. Довольно неплохое оформление. И последняя кассета, которую хотелось бы вам показать, тоже лежит вот в таком родном контейнере. Вот такая кассета Professional Hi-Fi Standard. Наверное, это название ее, я не знаю. В принципе, она тоже довольно обычная. Ничего такого здесь нету. Продолжительности тоже не написано. Но вот у нее прозрачная крышка, которая закрывает пленку уже. Тоже с ней смотрится как-то совсем по-другому. Довольно симпатичная кассета, как мне кажется. Не думаю, что она редкая. Но вот у меня она одна. И больше не встречались. Такая вот кассета. Также перебрал свои видеокассеты, которые у меня были. Поставил их на полку. Если есть желание, могу их тоже вам показать. В принципе, здесь все обычные кассеты. Но есть некоторые, которые мне, например, в 90-х не встречались. Такие как вот это, вот это, вот это, например. Не знаю, что это за кассеты. А в основном здесь все обычные кассеты. Такие как Scana, Sony, Fuji, Goldstar, TDK. Это все те кассеты, которые в 90-х очень сильно были распространены. На этом все. Всем спасибо и пока.